здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и наш сегодняшний гость в двух ипостасях будет представлен мы поговорим о его профессиональной деятельности тем более что там есть юбилейный разговор а также поговорим о депутатской работе потому что он депутат совета депутатов городского округа люберцы василий аркадьевич бызов сегодня у нас здесь в студии директор всероссийского не крахмала и переработки крахмал содержащего сырья филиала федерального исследовательского центра картофеля имени лорха кандидат сельскохозяйственных наук ну и как я уже сказал депутат это депутата городского округа люберцы здравствуйте василий аркадьевич но первую часть предлагаю все-таки про крахмал крахмал картофель все что и не только картофель все-таки 90 лет это очень приятно но во-первых люберцам 400 лет вашему предприятию 90 лет сплошные праздники как подошли к 90-летию сентябре отмечали до отмечали в сентябре такая замечательная дата действительно так совпало что и в города люберцы юбилей 400 лет у нашего института 90 лет действительно так такой насыщенный год получился но его нашей ассоциации глубокой переработки крахмала содержащего сырья который мы тоже входим в качестве члена 25 лет будет поэтому годы у нас юбилейная но это не значит то что мы все время в праздниках на ходу картошки много наверно сфере за это время картошки да но такой же праздничный программ картофель все-таки если правильно картошек хорошо мне можно так ну подошли к этой дате с тоже с хорошими результатами прежде всего от как к любому юбилею до к юбилею человека как и к организации тоже такие итоги подводятся деятельности института деятельность она такая по сути дела героическая тут я не побоюсь это высокого слова выдержали столько всего до 90 лет такой нам на протяжении вот таких перетрубации наших всех жизненных и недаром мы такой слоган взяли для нашего юбилея 90 лет работы для страны действительно для страны мы все работали такая отрасль наша по глубокой переработке крахмал содержащего сырья это не только крахмал это и другие сахаристые продукты поэтому этот продукт очень и нужны для страны для обороноспособности страны чтобы тут говорить крахмал и связанные с порохом и с другими веществами расскажет ажа тоже можно рассказать даже это же глюкоза это тоже все из крахмала получается так в принципе вся глубокая переработка это начинается с крахмала крахмал это по сути дела целый мир это целый космос и сейчас есть тут занимается теми вопросами по глубокой переработке и как раз вот том интервью который николай руфе здесь с вами давал тоже на расчет уже специалист крахмале но все равно я хочу вот ну потому что может быть не все видели крахмал опять же да ну что там знает простой человек картофель до крахмальный воротничок есть еще знаменитая фраза да на крахмалить вот но крахмал это много чего есть там бумага какая-то важная промышленность вот на сегодняшний день что нам дают крахмал ну по сути дела в любом продукте пищевом крахмал сейчас присутствует и сейчас вот связи с теми событиями стране с теми санкциями которые против нашей страны были введены к нам огромнейший поток предприятий организации которые хотят взаимодействовать по получению модифицированного крахмала потому что в любом продукте сегодня пищевом начиная вот колбасных продуктов и анализов выпечек у я вас на час крахмал крахмал присутствует опасное место сейчас сразу же говорят о так там и крахмал присутствует боже мой так колбаса люди он просто нас был недавно разговор с академикой академиком российской академии наук по мясной промышленности и она замечательно развела очень многие мифы а люди же как вот они слышали где-то да диетологи говорят что крахмал плохо а вы говорите что во всех продуктах присутствует это безопасно какой-то конечно зачем он там конечно колбасе то используется в основном модифицированный крахмал тоже этого слова пугаться не надо модификация крахмала происходит различными способами химическим физическим различными комбинациями этих способов для того чтобы получить те функции которые крахмал непосредственно в продукте будет не положить осуществлять до связующая роль влага удерживающая роль на способность продукции оттаивать замораживать несколько раз то есть сохранять ту форму которая производитель заложил и сейчас вот такие предприятия к нам обращаются и очень золотой век золотого века у нас никогда не было и не будет потому что наука это такая отрасль вообще нашей экономики которые всегда в недостатке в финансировании находится но это по крайней мере позволяет нам в нынешнем положении существовать не говоря о том чтобы усиленно развиваться но по крайней мере а мы обеспечиваем сотрудников и зарплатой и пакетами другими социальными социальным пакетом и социальными пакетами да поэтому здесь у нас такая возможность есть и те предприятия которые с нами работает очень приятно что на юбилея много таких вот предприятий было которые на протяжении вот не побоюсь слову это было такой вот это по сути дела целого века 90-летия начинает с ними работаем и очень приятно что они помнят и те наши совместные работы а с некоторым вот говорю на протяжении вот этого всего периода и продолжаем работать очень приятно когда есть такое понимание у производителей и непосредственно науки и всегда я говорю на всех выступлениях что когда вот связь непосредственно с этими науки и производства есть тогда получится результат очень приятно еще раз у нас с предприятием не убил мы работаем который волгоградской области находится мы начинали прямо с проекта его и воплотили и помогали запускать производства и сейчас продолжаем с ними совместно работать над новыми видами продукции которые они на своем предприятии выпускают но это вот здорово потому что когда вот наука вроде слова все знают у нас много по крайней мере в официальных источниках до информация там разработали то внедрять и так далее но это как бы понятно и требуется но не всегда это доходит до дела когда доходит это приятно слышать я так понимаю что не зря вы пришли к нам еще с дипломом я какая-то медаль расскажите ждал уважаем подарок вам сделали такой да у нас на прошлые выходные мы отмечали наш профессиональный праздник день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поэтому тоже пользуясь случаем своих коллег поздравляю с этим замечательным праздником ну и всех тех кто занимается и работает сельском хозяйстве как правило все у нас дачи имеют поэтому наш это с вами общий праздник да вот так и задать кто картофель выращиваю да совсем ваши люди да такую награду мы получили это бронзовая медаль выставки золотая осень которая проводится в преддверии нашего профессионального праздника разработку и внедрение способов получения пищевого белкового и кормовых кормового концентратов министром подписано да да министром патрушевым вот такая медаль выставки золотая осень ну и вот вы правильно затронуете вопросы про которые говорите непосредственно сейчас вообще в целом в экономике у нашей страны и у науки цель это задачи одни это импортозамещение про глобально же есть или даже можно сказать импортонезависимость от этой продукции которая есть и наш институт с этими задачами на мой взгляд справляется те задачи которые перед нами ставится руководством министерством мы выполняем не только вот я припевал вас почему важен очень такой момент на мой взгляд потому что но наверняка вы как ученые как человек и ваши коллеги вы же прекрасно знаете что там в мире происходит да или происходило до определенных событий и насколько мы состоянии сегодня ну взять то чего мы не делали и сами здесь либо разработать либо пойти по китайскому принципу внимательно разобрать и собрать по-новому вот много многозадачно сейчас присутствует потому что насколько как вот эти крах но продукты которые связаны с крахмалом мы все можем делать сами что-то придется разрабатывать заново хорошо что вы подчеркнули что крахмала продукты потому что действительно такое бытует мнение что наше институт только крахмалом занимается не только крахмал потому что крахмал это одна из этих ступеней начала глубокой переработки сейчас мы находимся в проекте и получению по производству проектировать предприятие по производству лимонной кислоты других видов продукции непосредственно нашем институте мы изготавливаем низкобелковую продукцию для больных феналки тонурии это тоже заболевание когда я беру к не усваивается то есть такая продукция у нас есть это тоже наш вклад такая социальная нагрузка для того чтобы мы обеспечили нуждающихся в этом по сути дела до продукте или даже может можно даже сказать и лекарства потому что все это положительно влияет на человека также у нас есть производство глюкозы глюкоза то тоже питание для человека для мозга прежде всего то есть быстрое питание такое рекомендуем для спортсменов для тех кто непосредственно нуждается в этом направляли даже наши образцы продукции в космос наши космонавты использовали продукцию поэтому тоже космическое можно сказать продукции да конечно на высшем уровне так ну и сейчас вот как начал говорить и модифицированные крахмала действительно такой большой комплекс работ по модификации крахмала вообще в мире почти около двух двух сотен модификаций различных ну вот в нашей стране ближе ближе к 100 модификациям различным они сразу же на чем еще работа да да есть и потому что как правило сейчас мы обладаем технологией такой простой модификации а такой наука емко это нужно еще нам постараться потрудиться но в принципе мы сохранили и кадры это очень важно для нашей отрасли для нашего института и прежде всего да и как для любого предприятия институт или другое любое предприятие прежде всего люди которые на нем работают не будет людей не будет специалистов не будет и тех разработок которые есть это нам удалось и здесь вот на такой же хотели закрыть вот в те веселые годы до можно сейчас уже откровенно сказать теперь да теперь можно говорить да с большим трудом все это удалось сохранить вот на том уровне которые есть это тоже мы считаем подвигать войне и до своей победой потому что были различные возможности и давление различное на то чтобы вот это наше предприятие и растащить и все прочее но здесь я хочу сказать и о тех руководителях которые кто непростое время работали и тот коллектив который есть который по сути дела по-другому ничего ей не то сделать то у нас и гости которые к нам приезжали на юбилей они все подчеркивали что в нашем институте вот там атмосфера семейного такого предприятия потому что все друг друга знаю потому что все в основном местные жители не в одном поколении здесь работают живут в одних домах на лестничной площадке на одной общаются не только на работе но и вне работы дети друзья все все здесь общее поэтому наши институт это наш второй дом и многие остаются и после рабочего времени работают потому что но задачи стоят у всех разные нужно выполнять те задачи которые стоят перед нами отрабатывать все все что необходимо ну и вот те предприятия опять же возвращаясь которые к нам приезжали они вот это обязательно подчеркивали и то внимание которое мы оказываем прежде всего тем кто обращается к нам за различными технологиями потому что вот сейчас вы считаете что из картофеля крахмал делают на самом деле большая часть производится из кукурузного крахмала картофельный крахмал он обладает совсем-то немножечко там другими свойствами потому что там и размер крахмальный зерен другой и связи и молекулярные немножечко другие но более экономично экономически выгодно это производство из картофельного из кукурузного крахмала опять кукуруза до начинает оживать да ну и картофель сейчас тоже стал возрождать вот особенно в этом году тоже потому что во многих регионах нашей страны картофельный год результаты урожая очень хорошие и это тоже мы ощутили на себе к нам поток обращается то есть делающих заниматься дело живет как это и работ дело вашего не работа но и вот тоже мы гордимся тем что мы сохранили в институте наше опытное производство так отдел называется корневский экспериментальный завод который как раз занимается и производством оборудования для получения крахмала вообще в целом в нашем институте сохранилось и проектное конструкторское бюро научная составляющая и непосредственно что все что реализуем металле все 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 что из металла делается нашим предприятием мы можем сделать ну и сейчас вот мы вошли в центр картофеля в конце 21 года и по центру могу тоже сказать то тоже это уникальная научная организация научный центр который в себе объединяет все начиная от селекции семеноводством производством технологиями и заканчивает нами переработка это вот тоже вот такой замкнутая по сути дела производства конечная конечная продукция тоже интересно вот в таком новом ракурсе для нас работать ну что ж конечно я прекрасно понимаю что любимом предприятии можно рассказывать долго у нас это второй части всякие будущее депутатский момент да вы еще еще вот тоже хотел сказать к юбилею мы подготовили различные такие материалы и вот тоже продолжает того чтобы говорим что много юбилеев у нас в люберцах я нашим предприятии но вот эти праздничные мероприятия же не сама цель для чего это такие мероприятия праздничные проводятся для того чтобы еще раз о себе напомнить рассказать привлечь к себе внимание и к люберцам нашим замечательному городу и к нашему предприятию чтобы и не только знали и помнили но о том чтобы действительно вот такое предприятие чтобы в рукописи сохранилась рукописи же не горят как известно и это тоже кстати тоже это журнал целый на новом витке нашей истории вот так мы издали свой первый номер журнала рак мало его производные тоже вот ведь уже на новом таком уровне идем в конце года второй номер выпустим нашего такого журнала то есть 90 лет что называется пока на программе это только начало в общем то это человек вполне себе еще может жить до ученого 90 самое главное что планов у нас много и мы видим те задачи которые необходимо и нам решать это тоже важно куда и знать куда идешь доедешь сейчас мы сделаем небольшой перерыв напомню что у нас гостях василий аркадьевич бы зов директор всероссийского не крахмала продуктов филиала на федерального исследовательского центра картофеля имени лороха кандидат сельскохозяйственных наук но полное название тоже наверно мы через 90-летие напомним что это всероссийской ней крахмала и переработки крахмал содержащего сырья ну а во второй части поговорим уже депутатской работе нашего гостя напомню что эта программа открытый диалог у нас в студии василий аркадьевич бы зов директор всероссийского не крахмала и переработки крахмал содержащего сырья филиала федерального исследовательского центра картофеля имени лороха кандидат сельскохозяйственных наук еще раз напомню что мы в первой части говорили именно об этом предприятии которому исполнилось 90 лет но и как обещано во второй части мы будем говорить уже о депутатской работе на такой мостик переброшу вот все-таки вы руководите огромным таким предприятием да нам с трудом хватило первой части чтобы вместить так сказать вспомнить было и наметить те планы которые у вас есть откуда у вас время еще на депутатскую работу и зачем вам это нужно когда столько планов громадью как вы успеваете да сложно конечно приходится но я всегда считаю что вот сейчас модно говорит такое выражение до команда до команда работает и у меня на институте на предприятии нашим замечательным работает замечательный коллектив мои товарищи единомышленники на которых всегда можно положиться опереться это вот гость вашей предыдущей передачи николай руфеевич андреев который на у научный руководитель нашего института луки никола дмитрий заместитель директора по научной работе и много других наших коллег которые действительно живут институтом как я сказал для них это второй дом дуду калов александр александр что же почетный гражданин поселка краскова вот на праздничных мероприятиях вручили ему высшую награду в министерство сельского хозяйства почетный работник агропромышленного комплекса который главный инженер заместитель директора который на протяжении всей своей жизни про сути дела работает тоже в институте и вот то тот поселок который у нас есть коренева как мы всегда говорим наш институт градообразующие предприятия нашего поселка построены дома построен объекты судскую любые то инженерная инфраструктура это все вот при участии саня санча ну а сегодня с чем приходит к вам как депутату вот кто-то наверное прекрасно знает что вы директор такого предприятия наверняка связи то него есть сейчас пойду со своей проблемой все решим кто-то не знает кто-то идет просто вот как депутату которого случилась какая-то проблема какой запрос сейчас у населения но население и наши избиратели уважаемые приходят с различными на просьбами но тоже мостик я перекинул по по поводу команды у нас и депутатская команда очень сильно и по нашему восьмому избирательному округу я считаю вот такой такой коллектив единомышленников сложился когда тоже с пониманием друг друга и относимся к теми вопросами которые каждый занимается помогаем друг другу в работе в депутатской без этого тоже нельзя никак обойтись но избиратели приходят с различными вопросами начиная с тех вопросов которые допустим думаю что каждый депутат рассказывал это по женщин коммунальным услугам по здравоохранению по медицинскому об обслуживанию по детским садам школам по наведению порядка на территории то есть широкий спектр различных вопросов но я хочу сказать что у нас наши жители они замечательные они очень активны и а то есть у вас есть еще актив как с которым нашему округу сами по себе жители активного опять тоже и помощники наши есть и депутатов которые тоже и помогают нам и проводить приемы на часть вопросов они тоже решают уже даже не не касаясь не привлекая непосредственно депутатов потому что есть некоторые вопросы которые решаются очень быстро некоторая с задержкой некоторую на протяжении нескольких лет не удается не решить но думаю что все все получится то есть депутат знает все даже то что например требует но во первых напомним нашим телезрителям что депутация депутатов не всегда может решить федеральные проблемы потому что для этого есть другие органы но по крайней мере может знать о проблеме вместе с коллегами с депутатами и с депутатами других уровней да эта проблема рано или поздно может решиться ну конечно депутатская вертикаль она же существует я представляю единственном числе партию кпрф совете депутатов городского округа люберцы тоже такая особая ответственность наша но и вот наша депутатская красная вертикаль она существует я являюсь помощником депутата государственной думы председателя комитета по аграрным вопросам кашина владимир ивановича с депутатами московской областной думы мы очень плотно взаимодействуем нас курирует по партийной линии никита статья наведоким на тоже кстати на очень такой активный депутат и активно занимается и помогает вот буквально уже вот года полтора как только депутатские полномочия наверно у нее вступили тоже помогла одной семье из любили здесь по нашему тоже обращению получить квартиру который вот там ребенок инвалид ну то же он имел право ручку очередь там сдвигалась но удалось это все решите опять же тоже говорю без взаимодействия с местной властью без администрации городского округа люберцы эти вопросы не решит ни один депутат здесь нужно постоянно взаимодействовать с теми органами власти которые мы работаем будь то территориальное управление или непосредственно замы главы городского округа люберцы это же хочу поблагодарить и всех тех кто занимается такой работой понимание есть тех вопросов что мы тоже здесь одна команда потому что для населения что депутат что представитель администрации это все одна власть они и по большому счету может быть они и правы потому что людям нужен результат а как а как это сделано до кем это уже мало кого волнует но да вы правильно подчеркнулись те вопросы которые очень сложно решаются потому что они находятся не нашей компетенции но тем не менее все удается только в зависимости от сложности вопроса оттягивается не конечный результат вот допустим тоже в коренева не было банкомата сбербанка тоже долгое время после ремонта магазина тоже удалось сделать тоже с помощью и наших местных депутатов латиона дмитрий ивановича с работой непосредственно с с банком все теперь банкомат в коренева есть его таких вопросов очень много но и депутаты все мои я тоже с пониманием то есть что что нельзя одномоментно все это быстро сделать но по нашему велению здесь здесь уже все это непосредственно такая работа повседневно должна быть и вот тоже очень приятно что по моей просьбе и дорожки в коренева сделали пешеходные и то есть результат вот такой работы кажется мелочи да они заметили но это приятно с одной стороны но и самое главное людям приятно потому что их услышали и отреагировали на и желание чаяния просьбы а вот такой вопрос немаловажно все таки зима которая в этом году как-то осенью как таковой вроде и не было как-то лето плавно переходит уже в какой-то такой холодный холодный этап вот и зима всегда это включение отопления начинается такой же кх просыпается на круглый год не спит вот но тем не менее готовы ли сегодня депутаты к возможному там ситуациям которую ну надо решать здесь так аварийность какая-то же повышается у кого-то что-то не сработало где-то батарея потекла вот кто-то пытается дозвониться потому что скажем в москве сейчас такая система единой систем то есть единая справочная ты до нее дозваниваешься и уже с человеком говоришь с роботом который непонятно записал не записано идут эксперименты понятно вот всегда приятнее когда ты слышишь конкретно человеку сказал у меня протекла батарея будьте любезны вот есть обострение этих проблем или они все уже для вас ну традиционные зима весна но проблем эти традиционные потому что сфера же кх она такая сложная непростая и коммуникации они не всегда новое но думаю что нашим специалистам городского круга удается эти все проблемы решать и вот насколько я помню прошлый отопительный сезон никаких таких крупных аварий не было удалось избежать это тоже говорит о качестве подготовки к отопительным сезону я думаю что этот отопительный сезон тоже пройдет успешно те вопросы которые возникают вот при начале отопительного сезона они все урегулируются тоже нельзя одномоментно во все дома запустите тепло чтобы тепло было да 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 здесь где поэтому все постепенно все будет и здесь я уверен что василий аркадьевич бы зов директор всероссийского не крахмала и переработки крахмал содержащего сырья наша программа завершена спасибо большое это был открытый диалог сам был николай пивненко до свидания